Все началось с того, что я прочел в литературной газете статью женщины-героини, мамы-героини из Подмосковья, по-моему, у нее был один из детей. И статья была, в общем, очень серьезная и обиженная. Это был вовсе не гимн материнству, а наоборот обида на государство, которое только на словах рассказывает, как оно любит матерей, в том числе и матерей-героинь. А на самом деле, ну, дает им ордена, а толком не помогает ни с жильем, ни с какими-то, значит, льготами. Они существуют, но они ничтожны. А общество вообще расположено, мягко говоря, недоброжелательно. Называют их рожающими машинами и так далее, и так далее. То есть, статья была совершенно с болью написана. И, честно говоря, я даже до сих пор не понимаю, почему я все-таки увидел возможность сделать комедию. Ну, не эксцентрическую, естественно, но лирическую комедию, которая, собственно, и получилась. Не знаю, почему-то я увидел эту возможность. Я позвонил маме, не позвонил, написал, мне дали ее адрес. Я написал ей. Она меня тоже послала. Она сказала, что, значит, какие комедии, лирические, нелирические, лучше помогите, как говорится, значит, неделя. И отказалась со мной, значит, встречаться, беседовать и все. Но все равно во мне что-то жило ощущение, что что-то можно из этого сделать душевное, а не только озлобленное. Дело в том, что ей было 38 лет. Это была молодая мама, уже 11 детей. И я, собственно, предпринял, наверное, правильный шаг. Я пошел в общество многодетных матерей. Тогда такие были при райисполкомах. Сейчас, по-моему, ничего этого нет. Где они, значит, собирались? А там уже собирались женщины гораздо старше, 50-60 лет и так далее, которые уже вырастили своих детей. Я понял, что эта мама находится еще в процессе выращивания, так сказать, своего потомства. И ей очень тяжело. По этим и объясняется ее настроение сегодняшнее. А они действительно оказались совершенно другими. Эти бабушки уже, не просто мамы. Они мне рассказывали совершенно по-другому. Они рассказывали весело, они рассказывали радостно. Они вспоминали всякие смешные истории настолько, что даже наоборот. Я как-то пытался их вернуть в русло серьезов, в русло проблем, трудностей. И говорил там, вот вы рассказываете, что войну там уже женщины. Это 80-й год ведь. Вот еще послевоенное. Военное поколение было. И вот вы рассказываете, что вы ехали в теплушке, в какую-то эвакуацию с детьми. Наверное же было очень трудно. Они на минутку перестраивались, говорили там, да, да, ужасно. Это мы ехали, 8 детей, теплушка. Воду там брать на станции надо было, нигде не было. И тут же, ой, и Колька побежал за водой, и он отстал, ой, и он потерялся, сел не в тот вагон. И смеются, и опять начинают вспоминать что-то смешное, забавное, доброе. Потому что, видимо, такова жизнь, что все-таки невзгоды забываются, а радости, тем более эти радости рядом, эти дети, уже и внуки, они с ними. И вот по их рассказам уже я понял, что можно сделать историю не только драматическую, она все равно драматическая, но и комедийную. То есть в том любимом советским народом жанре, который назывался лирическая комедия. Вот собрав множество этих историй, додумав какие-то свои, не имея в виду никого конкретно, никакого прообраза мамы, героини такой нету, я и сочинил вот эту вот, в общем, то, что я называю рождественской сказкой, собственно, как и большинство моих сценариев. Тогда проводили сценарный конкурс, сейчас тоже немножко это, но гораздо реже. Тогда это было совершенно регулярное дело, где-то, по-моему, в 80-м году, и послал там на конкурс под девизом, как вы понимаете, значит, без фамилии. И сценарий победил этот на конкурсе. И его уже, уже помимо воли автора, мне не надо было кому-то показывать, потому что раз сценарий победить, его разослали по студиям. Тоже тогда это все было по-человечески. Вот, и на студии Горького прочел Юрий Павлович Егоров, замечательный наш режиссер, классик, «Царствие ему небесное». Вот, он был автором замечательных фильмов «Добровольцы», они были первыми, там, «Простая история», там, с Ноной Мордюковой. То есть, многих таких очень душевных и простых реалистических картин. Вот, он прочел этот сценарий, уже он меня позвал к сотрудничеству, я был счастлив. А как существовался подбор актеров? Ну, как обычно, вызывались актеры, делались пробы. А вы в этом участвовали? Да, да. И как было выбрано Гондорову? Ну, на Гондорове я просто писал это, хотя она об этом не знала, не подозревала, но я писал на нее. И он делал пробы и других артистов, артисток Юрия Павловича. Вот, но она, конечно, я не стану называть это очень хорошие актрисы. Вот, но, конечно, Наташа была вне конкурса, так что она была однозначно и сразу утверждена. С отцом было гораздо больше вопросов. Честно говоря, для меня неожиданностью было, значит, утверждение Виктора Проскурина, артиста замечательного совершенно. Ну, как-то мне почему-то виделся уволень какой-то такой добрый, крупный, значит, добродушный очень такой мужик, который, собственно, тоже в какой-то степени мама, значит, для своих детей. Но вот неожиданное решение Юрия Павловича, это полностью его решение режиссера. И Виктор Проскурина, ну, артист, я повторяю, замечательный, это же было давно очевидно. Вот, но и такой он неожиданный оказался, шустрый, юркий такой, значит, очень живой, неблагодушный, неспокойный, как мне представлялось, а наоборот, даже конфликтный в какой-то степени, но при этом излучающий фантастическую любовь и доброту и к жене, и, конечно, к детям. По-моему, это был очень удачный выбор режиссера. Аркадий Аковлевич, скажите, пожалуйста, вы присутствовали на съемочной площадке? Да. У вас бывало такое, что по ходу там, что какие-то сцены переписывались? Ну, конечно, как же, конечно, бывало, и не просто, а часто. Я бы сказал, даже не переписывались, а особенно вот касательно Наташи, все сокращалось. Почему? Потому что она была гениальная актриса. Вот я написал какой-нибудь там диалог, монолог, да? Она все это произносит, играет или они играют, вот. Потом я говорю уже на отснятом материале, не во время съемок, во время съемок все сыграли, все сняли. Потом на монтаже я говорю, Юрий Павлович, выбрасываем все. Он сам удивляется, говорит, ну как, вот это же ты написал, ты написал. Я говорю, да я-то написал, ну вы посмотрите, вот Наташа. Она посмотрела, и уже 10 слов не надо. Она повернула голову, и уже 6 фраз надо выбросить. Она просто улыбнулась, и вообще целую страницу можно выбросать. Вот она актерски все это заменяла, всю болтовню, очень часто. Вот такие самые типичные случаи были. Субтитры создавал DimaTorzok